Канобу.ру представляет Что за игра стала самой успешной на кикстартере? В этом выпуске есть сразу две темы, которые очень важны, но всех уже подзадолбали. Начнем с инди-конвейера Greenlight. Стали известны еще 20 разработок, прошедших отбор. Пользователи голосовали за самые разные жанры, от платформеров до симуляторов рыцарей. Ознакомиться со списком вы можете по ссылке в описании этого выпуска. Но самое крутое — это, конечно же, переиздание Postal 2 Complete и ремейк дренового хоррора After Fall, по которому Канобу устраивал прямой эфир в конце прошлого года. Наконец-то существование Greenlight оправдано. И сразу вторая тема. Угадайте, какая игра на кикстартере собрала больше всего денег? Нет, это не тук-тук-тук от iSpeak Lodge. Все куда прозаичней. Речь идет о Project Eternity — новой RPG-мессии от студии Obsidian. Классическая ролевая игра, как в старые добрые, собрала 3 миллиона 400 тысяч долларов, а до конца сбора остался еще один день. Ближайший конкурент Double Fine Adventure от Тима Шефера остался как минимум на одну сотню тысяч позади. А вы внесли Реала? Если да, то за какую игру? Еще из новостей про бесплатный сыр. Сервис Elite для серии шутеров Call of Duty станет бесплатным. Естественно, не без хитрости. Первое. Elite станет бесплатным только после выхода Black Ops 2 в середине ноября. Второе. Все карты, то есть главная ценность любого дополнения для Call of Duty, будут продаваться отдельно. Ранее, напомню, все карты бесплатно входили в пакет подписки Elite. Сразу стали известны цены на Season Pass, на все грядущие многочисленные DLC. Будьте добры выложить 4000 Microsoft Points или чуть больше 1500 рублей. А это почти на секундочку цена полноценной новинки. По отдельности, каждый набор карт будет стоить 1200 поинтов или 400 рублей. В общем, Activision умеет вести бизнес. Дизайнер студии Human Head подтвердил, что Prey 2 чувствует себя плохо и официально заморожено, но не отменена. Bioshock Infinite теряет людей. Студия Irrational покинули ведущий программист искусственного интеллекта и директор по созданию боевой механики. Они теперь в лучшем из миров, то есть в Microsoft. Бета-тест браулера «Звезды PlayStation. Битва сильнейших» начнется уже завтра, 17 октября. Но только для подписчиков PlayStation Plus. Остальные получат бету 24 октября. А на Канобу читайте, смотрите и обсуждайте. Может ли Windows 8 убить цифровую дистрибуцию? Читайте материал с мнениями экспертов индустрии. Рецензия Castle Crashers. Наконец-то на PC. Превью Chivalry Medieval Warfare. Читайте, чтобы узнать, что это такое. Ну и сегодня, конечно же, Кухня Кухонька. Самый правдивый и веселый подкаст Рунета об играх. На этом я с вами прощаюсь. Еще увидимся.